Но вот и наступил последний месяц этого года. У многих за окном уже выпал снег, и в такое время, сидя в уютной тёплой комнате с чашкой горячего чая или кофе, узнавать что-то новое приятнее, да и как раз перед началом нового 2021 года. Привет, в этом видео мы напишем скрипт, который оживит нашего дозви персонажа, он научится бегать и прыгать, но пока без анимации. Анимации мы будем подключать в следующем видео. Постараюсь объяснить так, как объяснял бы себе, когда я вообще не разбирался в юнити. Запасайтесь вкусняшками и приятного просмотра. Итак, графику я буду брать из бесплатного ассета юнити Free Platform Game Assets. Используя тайлмап, я сделал вот такую вот локацию. О том, как работать с тайлмап, я рассказывал в прошлом видео. Обратите внимание, на свой тайлмап я добавил компонент тайлмап коллайдер. Если у вас есть какие-нибудь платформы или другая поверхность, на них обязательно нужно добавить какой-нибудь коллайдер. Это нужно для того, чтобы юнити понимал, что это физический объект или поверхность. Если у вас не тайлмап, а просто спрайты, то можете использовать бокс коллайдер. Ну и как вы видите, у меня есть спрайт игрока. Если мы сейчас запустим игру, то ничего не произойдет. Давайте сделаем так, чтобы наш персонаж был с физикой и соблюдал гравитацию. Для этого добавляем ему компонент Rigid Body 2D. Параметр Gravity Scale я, пожалуй, поставлю на двоечку. Мне так больше нравится. Это сила гравитации тут уже по вашему желанию. Пробуем запустить игру и видим, что персонаж начал падать, но он провалился под землю. Это как раз таки из-за того, что мы не добавили на него коллайдер. Давайте сделаем это. Как видим, мой персонаж округлой формы, поэтому я добавлю на него Circle Collider 2D. Если у вас вытянутый персонаж, то на него можно добавить сразу два коллайдера. Сверху бокс коллайдер 2D, а снизу Circle Collider 2D. Добавлять круглый коллайдер в ногах нужен для того, чтобы персонаж спокойно поднимался по наклонной поверхности. И да, кстати, чтобы ваш персонаж не вел себя как пьяный и не переворачивался сбоку-набок, в Риджид Бойде ставим галочку напротив Freeze Rotation Z. Таким образом мы завораживаем повороты по оси и Z. Запускаем игру. Ого, наш персонаж уже может падать и стоять на поверхности. Круто! Теперь давайте сделаем так, чтобы он бегал, когда мы нажимаем на A и D, или на стрелочке влево и вправо. Создаем новый скрипт. Я назову его PlayerScript 2D. Открываем. И да, кстати, вы должны знать C-Sharp хотя бы на базовом уровне, иначе вы ничего не поймете. Создаем приватную переменную типа RigidBody, и назовем ее, например, RB. Теперь в методе Start присваиваем переменной RB компонент RigidBody2D, который висит на персонаже, используя GetComponent. Создаем приватную переменную типа Float, и назовем ее HorizontalMove. По умолчанию дадим ей значение 0, и создадим публичную переменную, тоже типа Float, и это будет скорость. Теперь в методе Update присваиваем переменной HorizontalMove значение Input.GetAxisRaf в скобочках Horizontal. Это значит, что когда мы будем нажимать на кнопки для движения по горизонтали, наша переменная будет меняться таким образом. Движение вправо 1, движение влево минус 1, стоим на месте 0. И теперь давайте сделаем само передвижение. Всю физику желательно писать в методе FixedUpdate. Поэтому добавляем его, и создаем в нем переменную типа Vector2, то есть координаты по X и Y. Назовем ее TargetVelocity. Она будет равна новому вектору 2, X будет равно как раз-таки HorizontalMove умноженный в 10 раз, а Y будет равен стандартному VeloCity Y. И ниже присваиваем RBVelocity этот вектор. VeloCity это как бы скорость движения по определенной оси. То есть, например, когда наш персонаж падал, можно было увидеть, что VeloCity Y у нас увеличивался, а когда персонаж остановился, VeloCity Y стал равен 0. То есть, тут мы принудительно даем скорость движения по оси X, то есть по горизонтали, с помощью той самой переменной HorizontalMove. Она меняет значение VeloCity X на те значения, что я рассказывал ранее про эту переменную. И умножаем это значение на 10, ну чтобы это было ощутимо. То есть, если мы нажмем на кнопку движения вправо, VeloCity X будет равно 10. Ну и еще мы тут ее на скорость умножаем. Ну думаю, хоть немного поняли. Просто если вы новичок, то для вас это все может выглядеть страшно и непонятно. Но вы не пугайтесь, со временем работы в Unity все недопонимания сами исчезнут. Ну, не забываем сохранить скрипт, нажав Ctrl S. Открываем Unity и, очень важно, скрипты не будут работать, пока вы не повесите их на какой-нибудь объект на сцене. Наш скрипт отвечает за движение персонажа, так что логично будет повесить его на персонажа. Все, если нажать на персонажа и посмотреть в инспектор, то мы видим наш скрипт. Отсюда, кстати, можно сразу менять переменную скорость, так как мы прописали ее как публичную переменную. Пробуем запустить игру. Нажимаем на A и D, либо на стрелочке влево и вправо и видим, что персонаж двигается. Вау! Но было бы круто, чтобы он поворачивался в ту сторону, куда бежит. Это сделать просто. Создаем приватную булевую переменную, назовем ее FacingRight и дадим по умолчанию ей значение True. И теперь давайте создадим функцию, которая и будет поворачивать нашего персонажа. Назовем ее Flip. В ней мы будем переключать значение FacingRight. Каждый вызов с True на False и наоборот. Делаем это таким образом. Теперь создаем переменную типа Vector3 и в нее записываем текущее значение параметра LocalScale. И значение x этой переменной умножаем на минус 1. То есть мы Scale по x делаем отрицательным. А если оно уже отрицательное, то оно будет становиться положительным. Ну и обновляем текущее значение Scale на измененные. Так, все, функцию создали. Теперь нужно ее где-то вызывать. В методе Update пишем условие. Если HorizontalMove меньше нуля, то есть персонаж идет налево, и FacingRight True, то будет срабатывать функция Flip. Иначе, если HorizontalMove больше нуля и FacingRight False, мы опять будем вызывать функцию Flip. Не забываем сохранить Ctrl-S и проверяем, что получилось. Отлично, все работает как надо. Осталось сделать прыжок. И знаете, я тут подумал, давайте поудобнее оформим наш крип в инспекторе. Вот так вот. Хедер это заголовок. Он выглядит вот так. А Range это вот такой вот ползунок с минимальным и максимальным значением. Так в инспекторе намного удобнее подбирать нужное значение для публичных переменных. Таким же образом создадим публичную переменную типа Float, которую назовем JumpForce. Со значением от 0 до 15. По умолчанию пусть будет 8. В методе Update пишем условие. Если мы нажимаем на кнопку Space, то будет выполняться следующее действие. Обращаемся к Bridget Body at Force. И так мы будем добавлять силы в направлении вверх и умножать на силу прыжка. А также это будет импульс. Проверяем, что получилось. Круто! Персонаж умеет прыгать по нажатию на кнопку Space. Но не радуемся раньше времени. Если много раз нажимать на пробел, то наш персонаж будет летать. Ну, это как-то, ну, неправильно что ли. Нужно сделать так, чтобы прыжок работал только тогда, когда персонаж стоит на земле. Как это сделать? Создаем еще 3 публичные переменные. И да, я тут добавил еще Отступ и Хедер, чтобы в инспекторе все лучше выглядело. Первая переменная из Grounded типа Bull, по умолчанию False. Вторая переменная CheckGroundOffsetY, типа Float, по умолчанию поставил минус 1.8. И третья переменная CheckGroundRadius, также типа Float, по умолчанию поставил минус 0.3. Сейчас поймете, для чего они нам нужны. Создаем функцию, назовем ее CheckGround. И давайте подумаем, как персонаж будет проверять, касается ли он поверхности. Мы создадим окружность, которая будет считать коллайдеры в ее радиусе. Один коллайдер всегда будет в ней, так как это коллайдер нашего персонажа. Поэтому будет работать так. Если коллайдеров в радиусе больше одного, значит персонаж на земле. Что ж, приступим к реализации. Создаем массив из коллайдеров 2D. И он будет равен количеству коллайдеров, попавших в окружность, которую мы сейчас и создадим. Это у нас physics2D.overlapCircleAll. И сюда нам нужно записать два параметра. Расположение окружности и ее радиус. Расположение зададим так. Это будет новый вектор 2, x которого будет равен x расположения персонажа. А y, y у расположения персонажа. Но еще приплюсуем сюда переменную CheckGroundOffsetY. Это как бы будет смещение по вертикали. Ну и радиус будет равен переменной CheckGroundRadius. Теперь нужно прописать условие, которое будет переключать переменную IsGroundTrue на False. Пишем, если в массиве с именем коллайдер более одного коллайдера. А почему именно более одного я рассказывал ранее. То IsGroundTrue, иначе False. Все, осталось только вызвать эту функцию в методе FixItUpdate. И в условии на прыжок добавить. Если нажата кнопка Space. И IsGroundTrue равно True. То только в этом случае персонаж будет прыгать. Запускаем игру. Если у вас, когда персонаж на земле, параметр IsGrounded выключен. То подгоняйте смещение ГраундЧекера по вертикали под своего персонажа. Обязательно запоминаем значение. Выключаем игру. И вписываем уже так. Это нужно для того, чтобы все сохранилось. И проверяем. Персонаж на земле. Параметр включен. Перс в воздухе. Параметр выключен. Если я буду много раз нажимать прыжок. То персонаж прыгает только тогда, когда IsGroundTrue. То есть, когда он стоит на земле. И, кстати, есть еще одна небольшая проблемка. Если персонаж прыгнет на стенку, то он к ней приклеивается. Это не прикольно. Но, к счастью, эта проблема решается очень просто. В проекте создаем Physics материал 2D. Назовем его Sleep. То есть, скольжение. И параметр Friction ставим на 0. Теперь перетаскиваем его на коллайдер игрока в Material. И все. Персонаж больше не будет приклеиваться к стенкам. Ну вот и все. Мы сделали управление для нашего 2D персонажа. Надеюсь, что все объяснил понятно. А если ты что-то не понял, напиши об этом в комментах. В описании будет ссылка на скачивание скрипта. Там я еще все закомментирую, чтобы вы лучше во всем разобрались. Я не профессионал в этой сфере. Я так же, как и вы, только учусь. Поэтому я иногда могу ошибаться. Если я, по вашему мнению, где-то ошибся. То прошу поправить меня в комментариях. Также, если я тебе помог. И тебе понравилось видео. Поставь лайк или дизлайк. Если не понравилось, напиши в комментариях, почему не понравилось. Можешь подписаться и нажать на колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео. Ну а на этом все. Рассказывай об этом видео друзьям. И помни, нет ничего невозможного. До новых встреч.